Сделаем запись, сделаем всё красиво. Итак, мы начинаем. Доброе утро, дорогие друзья! У меня в гостях вновь ведический астролог Ирина Борисова. Ирина сегодня нам расскажет, что же нас ожидает в мае. Скажи, пожалуйста, будет ли легче в целом по сравнению с апрелем? Будет. Обещаю. Уже есть позитивные новости. Могла бы ты поделиться с нами этими новостями, мы будем очень рады. Да. Я с радостью поделюсь этими новостями, потому что в апреле было много напряжения. Был коридор затмений, были соединения Марс с Сатурном жёсткие, такие достаточно. И много было всяких землетрясений, хотя они и сейчас продолжаются. Но, тем не менее, ощущение было в апреле такой напряжённый. И жёсткости. Да? И вообще, в целом, в мире, во всём, май будет легче. Ура! 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 А что касаемо любови и отношений? Значит, любовь у нас курирует Венера. Сейчас расскажу. Во-первых, очень важное астрологическое событие, связанное с Юпитером. Вот буквально сегодня-завтра, в разных частях света по-разному, в общем, Юпитер переходит в телец. Телец — это знак телесной красоты, это знак любви, это знак питания. И это знак богатства и вообще финансовой сферы. Юпитер — планета, которая даёт благословение. И когда он заходит, а он на год заходит в какой-то знак определённый, и год начинает вот, ну, как бы такую ауру спускать, такую приятную, как будто бы это, ну, такое божественное, божественный свет. И этот божественный свет в течение года будет всем земным знаком. Это тельцы, это девы, это козероги. Причём это тем, у кого лунный знак, и тем, у кого асцендент. Кроме того, вот, например, раком Юпитер входит в одиннадцатый дом. Это финансы. То есть раки, у кого там луна в раке стоит, или лагна в раке, они получат очень хороший финансовый достаток. Слышали это раки? Я все буду счастливы. Вы слышали, говорю, раки? Это ура-ура, я знаю несколько. Отлично. Вот, и реализацию своих амбиций и мечт. Это очень, это очень круто, это очень приятно. Дальше. У скорпионов, например, телец встает в дом брака. Значит, те скорпионы, которые не замужем, которые ищут свою половинку и мечтают быть в паре, у них есть огромный шанс в течение года ближайшего встретить свою половинку, выйти замуж и реализоваться в сфере семьи и партнёрских отношений. Но это ещё и касается бизнеса. То есть мы выделили здесь все земные знаки, мы выделили здесь водные знаки и рыбы. Третий водный знак. Здесь Юпитер пойдёт по третьему дому. Ну, может быть, короткие поездки, командировки какие-то. Вот. И что ещё очень благоприятно и очень приятно? Юпитер выходит из-под взгляда Сатурна. У Сатурна взгляд всегда строгий очень, такой наказывающий. «Ага, ты свою карму не выполняешь, значит, я тебя буду прессовать». Юпитер уходит от этого. Поэтому будет очень много хороших новостей. И на финансовом плане могут приниматься какие-то законопроекты. Прелесть. Будут ли успешны покупки, продажи, сделки на бирже? Вот. Сейчас ещё про любовь договорю по поводу Венеры. Давай. Что очень-очень-очень-очень хорошо, когда Юпитер и Венера соединяются вместе, это двойное благословение. Юпитер сам по себе, это гуру, это самая тяжёлая планета, которая осыпает благословениями. Но когда они вместе с Венерой, это вообще вау, это просто супер. И вот они вместе в Тельце соединятся с 19 мая. И Венера там будет до... Сейчас, 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 секунду. До 13 июня. Это самое-самое время, когда можно влюбиться, когда можно встретить свою половинку. В общем, это время про любовь. Дальше. Ещё в мае самый благоприятный день. Он не только в мае, он вообще самый благоприятный день в году. Это будет 10 мая. Солнце в экзальтации, Луна в экзальтации и третья сутки растущей Луны. Это считается самый-самый-самый лучший день. Если есть какие-то важные дела, то лучше их совершать в этот день. 10 мая. То, что касается покупок. Так. Ну, тут, конечно, у нас Меркурий... Это Меркурий. Отвечает за это Меркурий. Он у нас с 26 марта находится в падении. Вообще, такие приключения с этим Меркурием. Меркурий — это планета торговли. Это планета, которая связана с интеллектом. Это планета речи, коммуникации, общения. И вот, представляете, вот он с 26 марта в падении. Еще будет в падении до 11 мая. Но вот этот день, который я обозначила, 10 мая, он исключение. Так вот, пока Меркурий в падении, мышление аллогичное. Сделки срываются. Вообще, все идет наперекосяк. Мне все время клиенты говорят, что происходит. Я запланировал одно, мне идет совершенно другое. Может быть, много очень предложений каких-то по работе, но они потом срываются. Или... Ну, в общем. Итак, 11 мая Меркурий выходит из своего падения. Вот он недавно у нас закончил ретроградное движение, буквально 26 апреля. То есть он был еще и в падении, еще и ретроградное. Ну, то есть вообще полное непонимание. Можно сказать, сломанный телефон. Вот. И с 11 мая, пожалуйста, зеленый свет всему. Всем сделкам, всем куплям-продажам, любой торговли. Можно выставлять на продажу все, что вы хотите. И это будет успешно. Великолепно. У меня уже запланировано 11 мая. И я знаю, что это будет. Это то, что получается. Спасибо тебе. И последний мой вопрос. Каким знаком зодиака будет хорошо в мае? Вот. Это любопытно. Про знаки зодиака я уже сказала. Это будут тельцы. Так. Это их день рождения. Да, поэтому им хорошо будет в мае, конечно. Потому что туда зайдет Юпитер. Так. И потому что с 19 мая туда зайдет Венера. Пока еще хорошо в Овном, где стоит Солнце. До 14 мая Солнце стоит в экзальтации у Овна в первом доме. Это очень активная и насыщенная жизнь. Что это значит? Насыщенная жизнь. Хорошо. Так. Это значит, что Овна в зеленый свет на планирование каких-то дел. Класс. На какие-то важные события, на какие-то важные мероприятия. Овны же это достигаторы. Они любят все время куда-то бежать, кого-то вести за собой. То есть это первопроходцы, пионеры. И вот им, пожалуйста, солнышко. Их подогревает солнышко в экзальтации, в наилучшем своем положении. Оно дает им прям желтый свет для того, чтобы реализовать свои какие-то дела. Вот. Ну и вот знаки, которых я обозначила. Это тельцы, это девы, это козероги. Это земные знаки. И водные знаки им тоже будет очень-очень-очень хорошо. Замечательно. Но это не значит, Таня, что остальным знаком будет плохо. На самом деле, это зависит от индивидуального периода. Если у человека идет период Венеры, или, допустим, Венера-Луна, прекрасный период, то он обязательно даст зачатие, если этот возраст позволяет. Или влюбленность какой-нибудь. Поэтому, вот. Но, конечно, транзиты планеты на нас очень сильно влияют. И вот еще, что я хотела сказать по поводу Марса. Вот в апреле было тяжело, потому что Марс стоял с Сатурном. Они прям в таком конфликте находились. Но сейчас Марс уже вышел в рыбы. И он у нас в рыбах с 24 апреля по 2 июня. Марс — это энергия воинственная. И когда Марс находится в водном знаке, он расслабляется. Поэтому все военные конфликты, дай Бог, дай Бог, должны, ну, немножко поутихнуть. Но он там еще с кармическим узлом Раху, конечно, находится. Если бы он стоял один, можно было бы точно говорить, что все, у нас все, мир, покой, тишина. Но пока еще нет, пока еще не совсем. Кармический узел Раху что делает? Это фокусник такой, он иллюзию создает, и он немножко Марса тревожит. Что я хочу сказать. Пока Марс стоит в водном знаке, нужно быть осторожными на воде. И могут быть на подтоплении и в домах, и в населенных пунктах. Я не рекомендую вот до 2 июня какие-то водные путешествия. Ну, надо же, у меня сейчас дочь улетает на яхту именно сегодня утром. И, слава Богу, ее вытаскивают из воды, чтобы провести сервис. Так что я вам скажу, чтобы обратно не впихивали. Пусть они лучше на земле ночуют. Ух, ты меня напугала. Нет, я не хотела тебя пугать, вот что есть нейтрализация. Вообще, ну, конечно, все зависит от периодов, да, как я сказала, какой период идет у человека, от силы транзитов. И, допустим, каждую планету негативную можно нейтрализовать. В Индии проходят, есть брамины специальные, мудрецы, которые делают яги, хомы. Ну, в общем, это жертвоприношения. Это специальные люди, которые совершают ритуалы для того, чтобы нейтрализовать негативное воздействие планеты. Я сегодня у себя там выложила. Сейчас как раз проводятся вот эти вот жертвоприношения. Особенно благоприятно нейтрализация тем, у кого идет, например, период садисати, когда Сатурн проходит через Луну. Просто человек колбасит на пустом месте. Ну, бывает такое. Раз в 30 лет у нас у каждого такое бывает. Ну, я рекомендую заранее готовиться и заказывать вот эти вот жертвоприношения индийских мудрецов, индийских бронинов. А вот это уже тема нашего следующего эфира, да? Так что, подводя итоги про май, смотрим, что это будет месяц. Лучший месяц. Мы знаем, что Скорпион обязательно найдут свою вторую половинку. Козеронии будут. Дай бог. Дай бог. Дай бог. Да, 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 да. Что бы ты хотела добавить, прежде чем мы отключимся и поблагодарим всех наших слушателей? Потому что это был экспресс-эфир. Еще два слова про 19-е и 20-го мая. Я начала с хорошего, но 19-го и 20-го мая будут два очень сложных дня. 19-го мая будет сожжение Юпитера, 20-го мая затмение Марса. Так, я записываю, но я-то все вычеркиваю потом из своего календаря, 19-е, 20-е. Да, поэтому эти дни, пожалуйста, ничего не планируйте. Будьте аккуратны, будьте осторожны. На затмение Марса точно нельзя планировать никакие операции. Это будет понедельник, 20-е мая. Для операции я выложу специально благоприятные дни в мае, потому что любое лечение, начатое в благоприятный день, оно будет закончено удачно. Это очень важно. Начало какого-то мероприятия планировать на правильный день. И выложу благоприятные даты в мае в целом. Но самое благоприятное – это 10-е мая, это вот праздник, он называется Акшая 3-е, солнце в экзальтации, луна в экзальтации, и все. Шикарно. Ждем, не дождемся 10-го мая. Всем хорошего дня и спасибо большое за наш замечательный астрологический анонс. И до встречи через месяц. Спасибо, Таня, спасибо. Ну, хорошая встреча. Пока.